Девочки, всем привет! У меня сейчас ванна будет быстро распаковка с Тэму, я стала заказывать на Тэму, не обращаю вид на моё вообще лицо, у меня жуткая аллергия на абразию, я постоянно сижу на всяких разных каплях, это у меня чисто в моей сумочке, с которой я хожу раз, два, три, это просто жесть. Еще одни где-то были, короче, у меня тут ЭДМ, Асанамен, Атревин, все на свете и мне нихера не помогает, это ужас. У меня нереально закладывает нос, постоянно, регулярно, до такой степени, что я его просто уже нафтезином пробиваю, чтобы реально поспать. Очень сильно чешутся глаза. У меня есть таблетки ЭДМ, таблетки, вот эти все супрастины, ларатодины. Я еще, как я сейчас покажу. Смотрите, сколько нужно, левизерин, короче, у меня эндохреничка на самом деле всего, мне ничего не помогает, я уже сняла свои нарушенные ресницы, пораздирала глаза, и вот уже это невозможно. Я, если в аптеке там разговаривала с женщиной, и она мне говорит, что надо, короче, раз в полгода перед сезоном амброзии делать какой-то укол специальный от этой херни. Я не знаю, раньше такого не было, еще года три назад ни хера не было, у меня никакой аллергии. У Чимура, кстати, тоже началась. И у мамы была до войны жутко тоже аллергия, а в сентябре мы просто умирали. Вот эта аллергия, я помню, на северной сталковке, там амброзия была, просто поле, ее тупо никто не косил. Здесь вроде бы я живу, машины нету этих, блин, заросли амброзии. Но эта пыльца, видимо, откуда-то с ветром все равно залетает, и уже... И еще у меня так кондиционерство работает. И очиститель воздуха свой включаю, и все на свете. Досраки, все равно. Все равно ночью я в 5-4 утра просыпаюсь, потому что мне не ищет дышать. Это жесть, поэтому я не обращаю внимание на мои текшие глаза, на мой красный нос. Амброзия, всем, кто от меня страдает, всем привет, держитесь. Я быстро сейчас ТМО открою посылку. Блин, баллистика на Днепро, на Павлоград. Короче, сегодня пятница, мы неделю отходили в школу. И красавчики мои, и Тимурчик, такая умница, у меня так за него переживала. А мне повезло в том, что у них, короче, с Давидом, вы поняли, соседние классы за стеной. Тимура класс и Давида класс просто за стенкой друг друга, что Давиду все время там проверять, что у меня все равно нормально. У меня так что, да, Тимура у меня уже первокласска. И кто следит за мной в Инстаграме, тот все знает, тут все видел и линейку, и все. Хотя я, по-моему, снимала и для Ютуба. Вот, так что, если вы не подписаны на мой Инстаграм, подписывайтесь, там всегда больше информации. И на ТикТоке тоже, в ТикТоке мне тоже много информации. Еще будет очень важно для вас объявление, просьба, потом в конце, когда мы посмотрим, что я заказала на Тему. Я на Тему стала заказывать, потому что с Алиэкспресса посылки идут по месяцу, по полтора, по два. А с Тему приезжает посылка за полторы-две недели максимум. Поэтому я там стала заказывать. Что я заказала? Короче, я хочу себе стол, на котором я буду сидеть, работать. За столом. Тут нет стола, тут у пацанов столы. У меня нет стола. О, она еще у нас пробивать после отривина. На тот стол у меня приехала вазочка. Помните, розовенькая? Я вам сенсея показывала. В эту вазочку я заказала перышки. Перышки. Но я хочу создать уют и красоту у себя на рабочем месте. Плюс я там буду делать видео на расклады Тару. Если у меня в ТикТоке два канала. Вот. И прямо эфиры проводить. И я хочу, чтобы у меня был красивый фон. Но их надо будет распушить. Короче, там вот вазочка, перышки, антураж, вся история. Главное, чтобы они у меня не, блядь, не осыпались. Короче, это должно было быть очень красиво. Я не знаю, может быть они, конечно, и распушатся. Но пока что это выглядит, как хвост облежьей курицы. У меня нету пара чистить, она, ну, блядь, сыпется мне на стол. Это должно было быть красиво вообще. Да, я тебя обожаю. Я сейчас сюда положу. Что-то хорошо, что мне насыпалось. Вот это жесть. Тут подальше открывать посылку. А, я думаю, что это такое огромное. Что такое огромное заказывало. Я, короче, детям заказала одну. И вторую еще, еще есть, там еще больше есть, подставки, вы поняли, под книги, под тетради, на столы, куда можно и ручки, карандаши, книги, тетради, всю эту историю ставить, чтобы это все было организовано, не валялось, просто, потому что у Давида в столе нет ни одного ящика. У Тимура есть ящики, а у Давида в столе нету. Короче, я вот такие две подставки заказала. У нас это стоит дороже, на самом деле, чем там. А беруши себе заказала. Фокус, ты будешь фокусировать или нет? Бейся, блин. Я такая нервная, потому что у меня это аллергия, она меня, короче, задолбала. Такие беруши. Потому что я сплю в идеальной тишине. Дальше. О, я заказала себе ногти. Короче, вы вообще, я себя сейчас чувствую одиннадцатиклассницей. Я заказала себе ногти. О, наконец-то. Вот все. Короче, ногти я заказала, которые приклеиваются, это чисто для снятия роликов на Таро. Да ведь, какие гарни. Они, короче, клеятся. Тут такие штуки, я им сейчас покажу, одноразовые. Вот они. Это чисто, знаете, видео снять. И фотосессия какую-нибудь. Они реально крепко на этой штуке держатся. А это я купила, чтобы снимать все же ногти всегда в кадре. Чтобы же красивые были. Блин. Это что такое? Вы поняли? Это я такие купила ногти. Чтобы это видео снимать. В ТикТок. Так. И... У меня вообще на самом деле, Мистэкспресс, привет вам. Посылку мою большую где-то потеряли. Короче, она приехала в одно сельпо, а от моего дома далеко. Я сделала перенаправление в другое сельпо. И они, короче, с одного сельпо до другого сельпо где-то и посеяли. Идиоты. Вчера мне вазу разбили. Я заказала вазу для цветов. Они мне ее разбили, разбитую доставили. Короче, это приехал мне... У меня помпа старая сломалась на воду. Я всегда себе воду заказываю огромными бутылками. И у меня перестала работать автоматическая помпа. Вот эту историю я не люблю. Мне надо на кнопочку нажать, короче, и все. И чтобы она... Сейчас надо это помыть. Трубочку. И... Ну, хорошо, вода. Поняли? Шла автоматическая. Дети подходят и так пьют. Кстати, смотрите, какая у меня рубашка. Это с моего интернет-магазина одежда. Кто не знает, у меня есть еще в Инстаграме интернет-магазин одежда. Она такая... Она такая, видите... Oversides. Я ее сейчас ношу, как раз, когда я детей в школу вожу. Есть разных цветов. Я заказала себе большой размер. Там есть по меньшему размеру. Мне нравится, когда она такая свободная. Есть такая красная, еще коричневая. В моем интернет-магазине цена на них вообще сейчас смешна. Поэтому, кому нужны, заходите, заказывайте. Она теплая. Она прям такая мягкая. И вообще ни разу не колючая. Очень приятная к телу. Такая именно осенний стайл. Что я хотела вам сказать? Важная информация. Мне жарко. Смотрите. Сейчас, вы сами знаете, ситуацию уже, которая... Третий год идет, да? Полномасштабно. И каждый вечер наступает вдруг. Запускают наши соседи шахеды по Украине. Сейчас я открыла... Точнее, не я открыла. Мы вместе открыли и делаем сбор для парней из ППО, которых я знаю лично. Это знаю лично в глаза. Короче, нужно. Что нужно? Мы открыли сбор для ребят из ППО, которые в Киеве, в Киевской области сбивают ночью шахеды. Вы сейчас можете сказать, что им нужен тепловизор. Ночной вот этот вот бинокль, который помогает видеть шахеды, которые летят в небе. Вы сейчас можете сказать, что в Америке выделяют все, финансируют государства. Это все мы все знаем. Правильно? Но факт. Сейчас, как есть, на лицо, объясняю, у пацанов не было ни прожектора, ни тепловизора. Шахеды они сбивают на слух. Вот вечером летит шахед, и в него надо попасть, услышав, где он летит, потому что ни прожектора, ни тепловизора нет. Куда одеваются все, вся помощь? Я не хочу это даже обсуждать. Факт остается фактом. У пацанов нет ни хера. Прожектор, слава богу, насобирали, купили. Теперь они с прожектором. Осталось дособирать, закрыть банку на тепловизор. Мы уже собрали больше половины. Я открывала сбор в Инстаграм. Мы собрали уже больше половины суммы. Тем, кто меня смотрит, я вас очень прошу, не выпейте чашечку кофе. Закиньте по 50, по 20, по 10, по 30, по 100 гривен. Кто сколько может. Если каждый скинет хотя бы по 50 гривен, мы закроем банку и купим пацанам тепловизор. Потом мы поедем, я сниму видео, когда они покажут тепловизор, скажут всем спасибо, кто донатил. Это все делается для защиты нашей с вами ночью. Потому что, когда что-то ночью летит, я в чате, например, сижу в Киевском и пишут, вот пролетел шахет, почему его не сбили? Да, блядь, как его сбить, если его не видно? Если его не видно, понимаете? И рассказывать о том, что... Все думают, что если пацаны военные, они все получают по 100 тысяч, и они должны эти 100 тысяч потратить на оборудование. Я вам открою секрет. Они не получают по 100 тысяч. Получают по 100 тысяч только те, которые на боевых, на фронте, на первой, на нуле. И то за выходы, вот эти вот, когда на ноль они выходят. Те, которые в Киеве сбивают шахеды, они такие суммы не получают. И те 20 тысяч, которые платят зарплаты, они на них покупают себе полностью обмундирование, обувь, одежду. Все за свой счет. И, да, тепловизора нет. Поэтому мы должны его купить, чтобы наши дети ночью спали спокойно, и пацаны могли видеть цели. Я сейчас вставлю видео, я попросила ребят, они записали видео, когда получили прожектор, чтобы они еще записали видео про сбор на тепловизор. Потому что то, что я говорю, это одно в Инстаграме, когда поросят сами ребят, это другое. Я сейчас вставлю видео, и вы посмотрите. Друзья, хочу подякувать всем за поддержку. Трошки сьогодні хлопцам закинули кави, термос, и ось такий прилад, который поможет сбивать и нищить ворожьи шахеды. Нам нужна ваша поддержка. Трошки додайте, чтобы закрыть сбор. И все будет Украина. Дякую всем за поддержку. Дякую всем за поддержку. Дякую всем, кто нас поддерживает. И прошу помощи нам закрыть банк, чтобы мы могли купить тепловизор, и лучше выявлять цели и снищивать его. Будет QR-код, будет ссылка на банк. И, пожалуйста, закиньте кто сколько может. Это наша с вами безопасность. Даже если вы находитесь за границей, в Германии, где угодно, в Киеве, в Киевской области, находятся дети, которые ни в чем не виноваты. Которые остались здесь и живут свою жизнь здесь. Давайте защитим наше небо вместе и защитим наших детей. Потому что мы с вами сила. Мы с вами вместе должны объединяться против одного ворога. И если не мы, то кто будет допомогать один одному? Давайте поможем пацанам видеть цели ночью. И закроем этот сбор. Каждая, если сбросят по 50 гривен, хотя бы по 50 гривен, это даже меньше, чем чашка кофе. Потом закроем сбор и на этой неделе купим пацанам тепловизор. Все сутки вы найдете в описании, на банку. QR-коды, ссылки, все будет. Огромное спасибо всем, кто в Инстаграме донатит, делает репосты и помогает нашим парням защищать нас ночью лучше. Все. На воде прикольная кафешка есть. Шашлычки жарят. Если на шо, это кувшинка. Там Болонская набережная. Мы с ней с детьми снова вышли погулять. Короче, интересно, вот там место. Идем на Болонский остров туда. Сегодня решили на пляж не идти, а погулять. Сейчас на мостик пришли. Смотрим рыбу. Там плавает. Вон, видите, в воде. И уже днем тут... Кстати, на этих штуках я тоже люблю кататься. Каяках. С этой стороны я вам показывала, когда мы вечером были, а теперь покажу, когда мы днем. Как тут красиво. Там люди отдыхают на парусных, на моторных. Короче, сейчас в самом разгаре пляжная история. А смотри, дядя плывет под мост, сейчас будет тут проплывать. Пацаны мои на самокаты. Поехали, пацаны. Вон, дядя плывет. Смотри, сейчас будет с той стороны под мостом выплывать. Дядя. Прикольно. Я бы тут тоже поплавала. Ну, там она сейчас на глубине сидит. Сверху ей жарко, наверное, поэтому она сидит на глубине. Маленькая и не жарко. Катер, да. Короче, гулять. Я уже полюбила Абалонь. У нас в августе ровно год, как мы живем на Абалоне. Представляете, ровно год, как мы сюда переехали. Я настолько полюбила Абалонь за именно вот эту вот набережную. За то, что здесь можно в парке погулять. Во-первых, на Абалонском острове. Во-вторых, там в парке Наталка. В-третьих, можно покупаться на пляже. В-четвертых, возле нас озеро. Прям возле дома. О, с той стороны тоже водичка. Давидка! А, ну не слышит меня, ладно. Короче. Короче, я уже, значит, так. И что там? Привыкла трошки. У меня вообще есть экшн-камера, которую я каждый раз хочу взять, чтобы снимать видео. Но я постоянно забываю, потому что мы идем гулять, у нас выключает свет, мы идем гулять, тащим на себя кучу самокатов, кучу всего, и я забываю про экшн-камеру. Смотрите, кака тут краса. И знаете, я возьму сюда еще раз экшн-камеры, потому что у меня на айфоне уже закончилась... Что надо это случить? Уже закончилась память. Хоть здесь и 500 гигабайт, но их уже нет. Их уже просто нет. Сейчас мы выходим на пляж. Очень круто, что здесь на пляже есть кабинки, где переодеваться, потому что с той стороны они есть, но их очень мало, и они уже старые. Здесь новенькие. И еще тут душ поставили. Пойдем на пляж. Зайдем. Ножки помочим. Потом тут есть вот такие вот шезлонги, я вам уже показывала вечером. А еще здесь есть душ. И есть еще... С той стороны, кстати, тоже есть спасатели. Короче, там уже здесь сижи, где спасатели. Вот здесь есть душ. Это железная такая штука. Оттуда душ. Вода льется, и можно там смыть песок, покупаться, переодеться. Но вечером мне здесь больше не нравится, сейчас очень жарко. Обещаем тут штуки подсвечиваться. Помните, я показывала? Короче, такой пляж здесь очень тяжелый. Он огромный-огромный. А мы с той стороны все время купаемся. А мы сюда далеко. Здесь можно попить водичку. Холодненько. Да, здесь наш флаг. И выход к набережной. Мы сейчас пойдем туда, сходим, пройдемся, погуляем. Мы подошли ближе к пляжу. Заканчивается дорожка, начинается такая. У людей очень много. А, кстати, ограждено такими штуками. Ой. Видишь, быками ограждено, чтобы дальше не плавали с этой стороны. Почему-то зачем-то. Там нормально люди купаются. А тут для малышей сделали. Спасателей сейчас нету. Вот с той стороны тоже будка для спасателей. Пошли. Или с Давидом мохито. И пьем его на фоне Болонской набережной. Ван, смотри, как у Давида. Да, и получат, смотрите, как красиво. Мохито, мохито. Тара-та-та-та-та. Вкусная, холодненькая. 100 гривен. 100 гривен стаканчик, 500 миллилитров. Или вот так, красиво. Дай, мохито. Давай. Люблю мохи. Чу. Класс. Первый раз об этом слышу, что ты любишь мохито. Мы дорвались до площадки. Вон такая горка высокая. Вот вечером мы здесь нормально не погуляли. Где? Мне нравится то, что здесь нет песка. Потому что мы пришли туда в полодиннадцатого вечера. И, конечно, мы... И, конечно, мы... Так, чисто побыстренько. Мы заскочили, посмотрели и пошли домой. А сегодня мы сюда шли целенаправленно, чтобы дети погуляли. Мы даже с ней пожертвовали пляжем, речкой. В дети поиграли. Тимурка, играй. Мне, наверное, куда-нибудь в тенек надо. Мы там самокаты бросили. Но вот это, что они единственное здесь не предусмотрели, это лавочки на солнце. Родители же за детьми смотрят. А лавочки все без накрытия, вообще без какого-либо. Надо здесь где-то вот в деревьях затусить. Тимур! Такие всякие разные штуки прикольные для детей. И мягкое покрытие. Если ребенок упадет, то не ударится. Пускался позади. А здесь так в тенечке хорошо. Спокойненько. Уже подходим по второй части острова. В тенечке хорошо здесь. Мост, который идет у нас через Днепр с этой стороны, с которой мы не заходим. С другой стороны. Особо не поснимаешь. Люди ходят. Красотища какая. Здрасте! Что вы? Красотища. Красотища. Мы и пришли в парк Наталка. Но Наталка теперь, по сравнению с Абалонской набережной, если честно вам сказать, конечно, отдыхает. Во-первых, потому что здесь нет нигде ни фонтанчиков, ничего такого. А, подождите, вот эта арка, она же должна быть с водой, да? По идее. Что она не работает? Я даже предполагаю, почему, потому что нет света. Когда света нет, вот эти вот фонтанчики не работают. Вообще, раньше, когда я только первый раз приехала в Киев, именно за последние, за время войны. Я приехала в мае, и первое место, где я гуляла и проводила время, это как раз-таки был парк Наталка. И вы можете посмотреть в моих влогах раньше. Если вы помните, я вам в мае снимала, когда я приезжала в Украину на 10 дней в Германии, и я очень много видео снимала именно из этого парка. Мне он очень сильно нравился, потому что сейчас я сориентируюсь. Но надо вниз теперь туда спуститься. И если вы смотрите меня давно, то вы видели эти влоги. Когда я впервые за полтора года приехала в Украину, после начала полномасштабной войны, и как я была рада вообще здесь оказаться. И, конечно... Тимур, аккуратно! Я очень много времени именно... Очень много времени проводила именно в этом парке. Но теперь мы знаем новые места. И теперь открылись новые места. Естественно, Болонский остров. Болонская набережная. Это must-have. Я вот даже смотрю по... Блин, жарка. По людям. Сегодня суббота. Суббота. Людей здесь нет. Люди все на острове и на набережной. Вон, эта арка с водой. Пошли? Да! Я только хотела сказать, что их нету. Она вон. Там радуга даже на ней прикольная. Ну, вон арка, и там радуга. Проходи теперь ты. Давай, радуга. Иди, Тимур. Проходите. Тимур, проходи. Наталка нравится. Вот эти огромные беседки. Смотрите, какие фонари большие. И красиво видно Днепр тоже здесь. Здесь на Сиже сидят рыбаки. Смотрите, раз, два, три. Там он четыре. Ловят рыбу. На Днепре. Нравится мне это место здесь тоже. Красотища, красота. Мы тут гуляем. Вообще, настолько красиво, настолько, знаете, спокойно. Не смотря даже на то, что мои дети орут. Один в одно ухо, другой в другом ухо. Но просто это что-то, посмотрите. Ещё Ива. И этот звук, как будто ты на море. Но ты не на море, к сожалению. Мы так хотели поехать в Одессу, но там каждый день взрывы. Поэтому Одесса пока без нас. К сожалению. Красота, да? Китай. Китай. Продолжение следует...